Здравствуйте, моя семья, моя интернет-семья, все, кто только что ко мне присоединился. Здравствуйте! А сегодня поговорим, сегодня вечерний снежный день, хотя у нас вообще снега нет, хоть и зима, но не важно. Я люблю листать журналы. А сегодня зашла на Ньюс Онлайн. И что же я там обнаружила? А я обнаружила Кейт Мосс и других девочек, которые, знаменитости великие, хотят нам рассказать свои секреты. Конечно же, я взяла на вооружение, кое-что даже записала. Советую вам тоже. Кто еще не знает, девчонки, сейчас мы узнаем. Вот Кейт Мосс, она знает иное применение для мази от геморроя. Любительница ночной жизни и веселых вечеринок. Кем является Кейт Мосс? Ей зачастую приходится скрывать от вспышек фотокамер свои припухшие веки и синяки под глазами. Кому, как не ей, известны все способы маскировки. Мосс признается, что какая бы долгая и насыщенная ни была ночь, утром она будет выглядеть просто безупречно. А помогает ей справиться с припухлостями на лице? Мась от геморроя. Вот это заявление. Представляете? Но Мосс утверждает, что это волшебное средство, способное мгновенно вернуть свежесть и отдохнувший вид кожи лица. Вот так утверждает Мосс. Ну а это кто у нас на горизонте? На горизонте Дженнифер Лав Хьюит. Она дружит, как вы думаете, с чем? С зубной пастой. Проблемы с кожей знакомы не только простым женщинам, но и, конечно, красавицам с обложки, таким как Дженнифер Лав Хьюит. Дженнифер Лав Хьюит, героиня сериала «Говорящая с призраками». Она поведала миру о своей проблемной коже. Она призналась, что для нее прыщи на лице – это просто катастрофа. Испробовав все профессиональные средства, представьте, у нее в наличии достаточно количества средств, чтобы купить себе все самое лучшее. Так вот, ни пенки, ни гели, ни крема, ни тоники, ничего ей не помогало, не давало нужного результата. И она случайно открыла для себя действия обычной зубной пасты. По ее словам, она справляется лучше всех с поставленной задачей. С вечера нужно нанести пасту на прыщ, а с утра можно оценивать результат. Вы даже не сможете найти место, где он был. Ну, наверное, мне кажется, еще зависит от того, какой пастой она пользуется. Так, ну а какие секреты у Анжелины Джоли? Ну, она доверяет только детской присыпке. Ну, понятное дело, столько детей. Одна из самых сексуальных голливудских актрис, она поделилась своим секретом. Как в одно мгновение вернуть волосам товарный вид. Если под окнами, который час, караулит репортер в надежде заполучить фото актрисы, а ей нужно срочно выходить из дома и мыть голову, совсем нет времени, на помощь ей приходит детская присыпка. Нужно всего лишь нанести, слегка массируя небольшое количество присыпки на корни волос и аккуратно распределить ее по всей длине расческой. Вот и готово. По словам Анжелины, такая необычная процедура дает просто потрясающий эффект. Все может быть. Так, так, так. А что же нам скажет Джулия Робертс? Как же она мне нравится. Непревзойденная Джулия Робертс. Во что она влюблена? Она влюблена в оливковое масло, как и я. Браво! Грязные волосы – это плохо, Анжелина. Лучше их пойти и помыть быстренько. Тем более, что там мыть волосы. Раз, два и готово. Джулия Робертс влюблена в оливковое масло. И я тоже люблю масла. Причем оливковое – это фаворит. И дальше уже все остальные. Главная героиня – красотки. И в жизни соответствует названию фильма, принесшего ей всеобщее признание и такую популярность. Но кто не видел красотку? Все видели красотку. Она источником своей красоты и молодости выбрала оливковое масло. Обычные хозяйки, возможно, удивятся такому применению. Но Джулия использует его для решения многих задач. Такое растительное чудо она применяет в качестве крема для лица, нанося его на ночь, как питательную маску. В качестве маски для волос, нанося на волосы и втирая в корни. Благодаря чему ее светлые пряди всегда послушно спадают с плеч и имеют глянцевый блеск. В качестве масла для ногтей также она использует оливковое масло и мажет ноги, пятки и ступни. Вот так вот. Да. Вот такие секреты. Вроде бы простые, но всегда можно держать под рукой. Смотрите. Крем от геморроя, оливковое масло, присыпку. О, Николь Кидман. Кстати, потрясающая женщина. Прекрасно выглядит. Клюква для волос от Николь Кидман для нас. Вот она, огненная белокурая красавица. Всегда знала, как заставить играть свой рыжий цвет волос новыми красками. Ее секрет прост. Если в данный момент нет возможности попасть в руки профессионального парикмахера, а волосам уже нужен дополнительный уход, прилив силы и заряд энергии, то сок из свежей клюквы, он способен заменить поход в салон. Так она утверждает. Волосы после такого ополаскивания приобретают насыщенный, богатый оттенок, который придаёт Николь некую загадочность. Когда же актрисе необходим неповторимый блеск локонов, тогда ей на помощь приходит шампанское, пузырьки которого, играя на свету, покрывают волосы лёгким серебром. Вот они, секреты красоты. Так, а это кто? Это Терри Хэтчер, дорогие мои. Это отчаянная домохозяйка. Помните фильм? Изумительный. Кстати, мне очень нравится. Терри Хэтчер купание в вине предпочитает. Вот мы видим ванну, и туда она в воду добавляет вино. Ну, вино, вино это кислота. В общем-то, если это хорошее вино, и это из натурального винограда, а не из порошка, как у нас в магазинах, то это очень даже полезно, питательное. И вот она предпочитает купание в вине. И актриса, полюбившаяся всем нам по вот этому сериалу «Отчаянные домохозяйки», она открыла свою маленькую тайну, сохраняя себя всегда в здоровье и имея всегда свежий цвет лица. Причём у неё безупречно подтянутая форма. Всегда. Вот она принимает необычные омолаживающие ванны с красным полусладким вином, которое она предварительно подогревает и добавляет в тёплую воду. Такую роскошную ванну, по словам Терри, нужно принимать не менее чем 15 минут, по истечении которых кожа приобретает невероятную мягкость, гладкость, бархатистость и неповторимый аромат. Ну, если это вино хорошее, конечно. Но понятно, что она занимается усиленно спортом. Это понятно. Она всегда подтянута. Ну, а что же нам скажет Сара Джессика Паркер? Вот где смекалка американской актрисы сработала на все 100%. Эта красотка предлагает для оживления и исправления макияжа, знаете, как устранение жирного блеска с лица. Мы используем обычно такие специальные салфетки. Да, как бы бумажки такие, скользкие слегка. А она, у них просто в каждом туалете, извините, пардон, и есть накладки сверху, которые накладывают на унитаз. И вот она вот так вот то ли пошутила, то ли что. Она говорит, вот эти накладки на унитаз сделаны из той же самой бумаги, что и вот эти вот салфетки, устраняющие блеск. И что же она говорит? Она предлагает использовать именно их. В то время, когда миллионы женщин покупают для этих целей специальные салфетки за 50 долларов, там так они стоят, Сара Джессика отказывается платить за такое удовольствие. Она заверяет, что подкладки на унитаз, вот эти вот, которые накладываются сверху, вот, они матируют, и ничуть не хуже специальных салфеток. Вот только платить за них не нужно. В каждом туалете они бесплатны. Мне кажется, она хитрит. Вот так, точнее, расставаться с кровно заработанными средствами совсем не надо. Ведь во всех приличных заведениях эти предметы личной гигиены можно с легкостью найти. Вот так вот она говорит. Но это, наверное, не про нас, потому что у нас до сих пор никак не могут освоить это дело, чтобы в каждом туалете лежали накладки на унитаз. Почему? Неужели это так сложно? Что туалетная бумага нормальная к нам пришла поздно, что накладки на унитаз до сих пор еще не пришли? Ну, а что нам расскажет Синди Кроуфорд? Секрет этой известной модели просто до невозможности. Красоту кожи и лица она доверяет тонику, сделанному самостоятельно. Я вообще знаю, что все американские голливудские актрисы, они очень любят домашние маски. Кто бы, что бы ни говорил, у них нету столько вот этой вот понтовитости, сколько у наших актрис. У них нету столько вот высокомерия. Они на самом деле очень простые. И вот тому пример. Она делает тоник самостоятельно из обычного молока, смешанного в равных пропорциях с питьевой водой. 50 на 50. Полученной нехитрой смесью она протирает лицо и шею дважды в день. Синди признается, что утром молоко делает ее лицо свежим, придают коже здоровый и отдохнувший вид, а вечером молочный лосьон дарит незабываемую мягкость, нежность и бархатистость. Я с ней полностью согласна, потому что я не развожу козье молоко и очень часто наношу на лицо. Ну и Кэтрин Зетта Джонс. Эта голливудская красотка напрочь отказалась от процедуры профессионального отбеливания зубов. Она добивается блестящего результата самостоятельно, не прибегая к помощи врачей. Ее помощником в борьбе за натуральную белоснежную улыбку стала свежая клубничка, которую Кэтрин использует в качестве маски для зубов. А благодаря наличию в этой сладкой ягоде витаминов актриса помимо крепких зубов получает еще здоровые тесны. Умничка! Умничка! А вот свои темные волосы звезда предпочитает ополаскивать пивом. Пройденный этап Кэтрин. У меня уже это есть. Я рассказывала вам в летних своих видео. Посмотрите, я делаю и масочки для волос, и для лица. Да, это классная вещь. Такой процедуры, проводимой раз в неделю, ей хватает, чтоб ее роскошные локоны удивляли всех своим блеском. Это правда! Сто процентов! Умничка! Ну, а про Софи Лорен я вам уже говорила. Рассказывала ее все секреты. И для нас сейчас совсем не секрет, что она выпивает очень много воды. Ее секрет не является таким уж откровением. У нее простота. У нее простота. Она очень любит делать маски. Домашние маски. Раз. Делает их очень часто. Она пьет много воды. Не менее 7 стаканов в день. Обычно питьевой чистой воды. Это заряжает ее энергией изнутри, как она говорит. Наполняет жидкостью каждую клеточку тела. И не позволяет ей состариться. Умничка! А еще она спит. Спит, друзья мои, не менее 9-10 часов в день. И для сохранения безупречного овала лица она использует еще одну маленькую хитрость. Погружает лицо в ледяную воду, в которой еще не успели растаять кубики льда. Вот так вот. Ну, а я вас всех люблю. Красоты вам! Благословений Господних! И здоровья! Вам и вашим близким! Пока-пока!